Доброе утро и добро пожаловать в Лайнбулл Академию. Сегодня мы продолжаем изучать скальпинг-стратегию и мы будем использовать скальпинг-стратегию номер два из моей книги и стратегии, которая есть на английском, на испанском и на итальянском. Итак, стратегия скальпинга номер два может использоваться только с британским паундом и японским йеном и мы используем ее во временном промежутке в пять минут и индикаторов, которые мы будем использовать, будет только два. Это экспоненционная скользящая средняя эмо периода 25 и пин-бар. Пин-бар это паттерн, который очень легко увидеть на графике. Вот так он выглядит, если это нисходящая медвежья тенденция, а это пин-бар паттерн, превосходящий бычьей тенденции. Я сделаю отдельное видео, где расскажу только о пин-бар, так вы сможете понять эти паттерны лучше, но для стратегии пока этого не нужно. И вот мы снова на итору в разделе ProCharts в программном обеспечении, которое я смотрю онлайн через мой браузер, и здесь вы можете видеть скользящую среднюю. Сейчас я вам покажу, как ее установить на вашем графике. Нажимайте вот на эту иконку, потом переходите на стедис 2, затем находим скользящая средняя, вписываем период 25 и тип выбираем экспоненциальная. Цвет выбирайте на свое усмотрение, я обычно ставлю голубой. Отлично. И вот у нас появилась наша скользящая средняя внутри графика. Итак, как работает эта стратегия? Стратегия на самом деле достаточно простая. Вам нужно просто смотреть, если цена поднимается над скользящей средней, тогда мы смотрим только позиции на покупку. И если цена опускается под скользящую среднюю, то мы смотрим только на позиции продажи. И нам необходимо смотреть три вещи здесь. Первое, как я и сказал, вы смотрите, чтобы цена была над скользящей средней, если вы покупаете. Второе, это очень важно, вы смотрите, чтобы скользящая средняя была под наклоном приблизительно, по крайней мере, 30 градусов. Если наклон меньше, чем 30 градусов, то считается, что это рынок, который не двигается, что это латеральный, нейтральный рынок. И на таком рынке мы не оперируем. Мы оперируем только на рынке, который имеет тенденцию, то есть восходящую или нисходящую. То бишь, когда градус скользящей средней, наклон ее больше, чем 30. Это будет значить, что у рынка уже есть какая-то тенденция, какое-то направление, или вверх, или вниз. В этом примере у нас uptrend, восходящая бычья тенденция. И третье, также очень важное, мы смотрим индикатор под названием pin bar. Тут у нас на самом деле doji bar, но он достаточно похож на pin bar в этой позиции. Поэтому мы зайдем на рынок здесь и открываем мы эту позицию в точности. При закрытии pin bar, stop loss, ставим как минимум 10 пипсов под pin bar. И take profit ставим в точности 20 пипсов от точки входа на позицию. В этой ситуации стратегия сработала отлично, и мы закрыли нашу позицию с прибылью. Теперь давайте посмотрим тут на возможность позиции на продажу. И опять, первое, что мы смотрим, чтобы цена была под линией скользящей средней, как и вот в этой ситуации. Второе, смотрим, чтобы скользящая средняя делала наклон как минимум 30 градусов, не менее, как и вот тут в этом примере. И третье, мы начинаем искать паттерн pin bar. И вот здесь мы можем его как раз и увидеть. Вот эта свеча. И при закрытии свечи, когда свеча закрывается, мы открываем позицию на продажу. Стоп-лосс отсчитываем 10 пипсов над максимальной точки этой свечи. И take profit устанавливаем 20 пипсов от точки входа на позицию. Вот тут. И эта операция у нас также пошла идеально в прибыль. Как вы видите, стратегия достаточно простая, только нужно потренироваться, находить pin bars. Я надеюсь, вам понравилось видео. Если понравилось, пожалуйста, прошу вас нажать лайк. Не забудьте подписаться на канал. А также, если вам действительно понравилось видео, то, пожалуйста, поделитесь им со всеми. Так мы сможем помочь всем прогрессировать в их трейдинге. Итак, желаю вам хорошего дня и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok